Или в Херсоне, тем более. Это будет очередной глупостью, очередным шагом в пропасть. Потому что проведение референдума, представим себе, они провели референдум в Херсоне. Без Херсонской области, естественно, потому что она не оккупирована. Часть ее остается свободной. И вот они проводят спешным образом этот референдум под канонабы украинских войск. Хорошо. И что дальше? Вот это что будет в 12-м сентября? Бои продолжатся. Украинская армия рано не было освободить Херсон. Освободит его, естественно, потому что та группировка войск, которая там находится, находится в оперативном окружении. Соответственно, у нее не будет через... Чем дальше вглубь зимы, тем меньше сил будут этих военных обороняться. И вот украинская армия водружает флаг над тем городом, который Россия присоединила в спешным порядком Ксия. Но если освобождет Херсон, почему не Крым? То есть в данном случае этот вопрос, он вообще... То есть референдум в Херсоне, вот на сегодняшний момент, снимает вообще вопрос по освобождению Крыма военным путем. Более того, это полностью лишает любой аргументации всех тех симпатиков Путина на Западе, которые предлагают Украине не спешить. Потому что если Россия теряет территорию и уходит с территории, которую она вчера буквально к себе присоединила, это означает, что завтра она может уйти с Камчатки. Она может уйти отовсюду, с Кеннезберг, откуда угодно. Все, закончили. То есть российское вот это... То есть вот это то, что сейчас завести Ревену Поперсону, это заложить такую мидную, это создать прецедент, когда буквально через полгода никаких российских территорий, как Незберг уже не останется.